Тренды-бренды. Простые истории о непростых бизнесменах. Уже на следующий год на фабрике трудились 400 человек. Дукат выпускал несколько сортов табака, махорки и папирос ручного производства. Большое внимание руководство уделяло рекламе. Роскошные плакаты, печатавшиеся в лучших типографиях, и скромные, но иногда более занятные листовки. Они разлетались на Петровке, как горячие пирожки, поддерживали продажи на высочайшем уровне. В 1916 году Пегит скоро постижно скончался. Он оставил завещание, по которому половину наследства получили его родственники и старейшие сотрудники фабрики. Вторая половина предназначалась на создание училища по подготовке специалистов для табачной промышленности. Всего же право на получение наследства имели 140 человек. Редкий капиталист до или после Ильи оставлял наследство примерно каждому десятому своих рабочих. Первая мировая внесла свои коррективы. В 1918 году дукат национализировали. В 30-е годы фабрика начала выпуск легендарных в Советском Союзе сигарет второго класса «Друг». А уже в послевоенное время компания получила, наверное, самые интересные заказы за всю историю. Это были знаменитые сигареты «Новость» с фильтром лично для дорогого Леонида Ильича. В фабрике был предоставлен полный карт-бланш в выборе и закупке табака для выполнения спецзаказа. Конечно, на заводе тут же отобрали самые дорогие и лучшие сортам, приготовили первоклассную мешку, но дегустаторы признали ее негодной. Тогда часть рецепта поменяли на более простые и дешевые сорта, и получилось то, что надо. По крайней мере, Брежнев остался доволен. Понятно, что сигареты для генсека стремились достать все курящие члены партийной советской номенклатуры. Но сколько сигарет было изготовлено в спеццехе «Дуката», так и осталось государственной тайной. В начале 90-х у «Дукат» появился иностранный партнер – американская компания «Лигит Групп». В 93-м году было образовано совместное предприятие, получившее нынешнее название «Лигит Дукат». С 2000 года компания входит в английскую фирму «Галлахер Групп». Она занимает ведущие позиции на рынке нескольких европейских стран, а также является пятой по величине международной табачной компанией в мире. Историю для вас рассказывала Дарья Тепузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды – непридуманные истории о вещах, на которые вы тратите свою зарплату. Тренды-бренды – пик-пик-пик-пик-пап!